В Советском Союзе выпускников на работу отправляли по распределению. Идти или не идти, вопрос не стоял. Сейчас такого нет, и молодежь разделилась на два лагеря. На тех, кто готов взяться за любой труд, и на так называемых иждивенцев, которых, говорят работодатели, с каждым днем становится все больше и больше. Мария Гаврилова в центре занятости частый гость. Уже почти полгода ищет работу, но сколько ей не предлагали вакансии, девушка так ничего и не выбрала. Сейчас уровень заработной платы кадровых работников, если не говорить о руководителях, это порядок 10 тысяч. Где 10, это нормально. Но пособие у меня сейчас пока максимальное есть. Поэтому для меня вариант пособия, государство не оказало помощь в данном случае. Я готова ее принять. Работодатели говорят, выпускники пошли с амбициями, просят зарплату 20, а то и 30 тысяч. А такой оклад даже не всем руководителям платят. Вот и получается, работа есть, а работников нет. Наблюдается такая картина. Соискатель приходит в отдел персонала уже с целью получить отметку о работе. И часто бывают просьбы, поставьте, пожалуйста, отказ там по причине. Мы вам не подходим по возрасту, либо отсутствие опыта. То есть такие случаи бывают. И таких, говорят менеджеры по персоналу, почти половина. А ведь сейчас на учете в центре занятости почти 13 тысяч безработных. И все получают пособия минимум 900 рублей. Это для выпускников без стажа. Максимум 5,5 тысяч. Правда, такая халява ненадолго. Говорят, в центре занятости получать деньги бездельники могут только год. Выплата пособия прекращается. И человек уже у нас стоит просто в качестве безработного. И в такой категории граждан. То есть мы предлагаем те же общественные работы. То есть он стоит на учете, является безработным. Но получает уже от работодателя заработную плату и материальную поддержку. Больше всего лотерей в деревнях и селах. Это почти 65%. А вот городская молодежь в основном старается искать работу. Ведь на 5,5 тысяч в мегаполисе не проживешь.